Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя мое имя Святой Его. Мы с вами уже общались на тему исповеди, на тему духовничества, но количество вопросов в рамках этих тем таково, что ответы на них очень трудно уместить в 15-минутную передачу, одну, две, может, даже и три передачи. Поэтому это тема, к которым стоит возвращаться. И один из вопросов, возникающих у многих приходящих в церкви, выстраивающих свою духовную жизнь, вопрос о роли священника в совершении Таинства и Исповеди. Как всегда могут быть крайности. Одна – это слишком большой акцент на межличностное общение кающегося и духовника, когда фактически психоанализ вытесняет собой сакральную составляющую этого священного действия, то есть вытесняет само Таинство. Но другая крайность – это когда кающиеся не желают ничего слышать от священника, никаких наставлений, советов, принимать какие-либо епитемии. Иногда нам, наверное, нужен какой-то биоробот, который нас услышит, накроет гипетрохилию, прочитает молитву. Вот роль священника сводить к чисто механической в отношении Таинства и Исповеди, конечно, неправильна. Священнику дана не обязанность разрешать кающихся от грехов, дана власть вязать и решить. Господь Евангелие говорит, на ком свяжете грехи, на том будут связаны, кому отпустите, тому отпустятся. Мы чаще помним вторую часть этого благословения Христова, но на самом деле не следует забывать о пастырской ответственности, которая выражается именно в этой необходимости выбора – разрешать или не разрешать. В каких случаях священник может вообще не прочитать разрешительную молитву, не принять покаяние? Ну, в том случае, когда это покаяние откровенно лицемерно, когда человек, может быть, или явно скрывает какие-то грехи, не хочет о них говорить, не хочет, не хкается, или констатирует факт грехов, но демонстрирует полное отсутствие готовности к исправлению, когда нет сожаления греха, когда человек настаивает на своем праве продолжать жить во грехе. Но отсутствие разрешения, отказ от чтения разрешительной молитвы – это крайняя мера. Конечно, задача священника – постараться помочь раскаяться, помочь изменить отношение к греху. И человек, приходящий на исповедь, должен стараться с доверием относиться к пастырскому опыту священника. Если этого доверия нет, значит, надо искать того священника, к которому мы будем доверять, от которого мы будем готовы воспринять какое-то врачующее слово, благословение. Священник на исповеди все-таки врач, а не санитар. Это санитар вынесет из-под нас сосуд с неприглядным содержимым. Врач должен нам еще и преподать лекарства. И таинство исповеди невозможно без совершения плодов покаяния. Задача священника об этом напомнить, когда он этих плодов покаяния не видит. Что такое плоды покаяния? Понятно, что решимость исправить грех, то есть не повторять его больше, но не только не повторять. Если мы что-то неправедно присвоили, то констатация этого факта на исповеди не освещает неправедно приобретенные деньги или какие-то еще земные блага. Если мы покаялись в воровстве и спокойно пользуемся тем, что украли, наше покаяние недействительно. Если мы с кем-то поссорились, поругались, у Бога прощения попросили, а перед этим человеком не постарались загладить свою вину, то покаяние перед Богом бессмысленно. Любой грех, который можно как-то исправить, насколько возможно минимизировать его последствия, конечно, надо постараться это сделать. Иоанн Предтеча не только погружает кающихся в Иорданских водах, но и обличает, вразумляет, наставляет. Некоторым говорит, кто сказал вам бежать от будущего гнева, сотворите плоды достойные покаяния. И надо, чтобы у кающегося была как минимум готовность, желательно уже принесенные плоды, но или как минимум готовность к принесению плодов покаяния. И совершаемое таинство, разрешительное молитвы, как бы печать уже на эти плоды покаяния, или, по крайней мере, на их готовность накладывается. Когда этих плодов покаяния нет, то формальное совершение таинства будет профанацией, попранием той силы Божией, которая в этом таинстве призывается, и ничего хорошего не принесет лжакающимся и еще и ляжет грузом на пастырскую совесть священника, который допускает участие в подобном. Иногда мы вроде бы искренне называем грехи, и вроде бы сожалеем о них, и хотим исправиться, и не понимаем, почему не приходит помощь Божия, почему нам легче не становится после такой исповеди. Одна из причин, о которой многие не задумываются, далеко не единственная, но один из вариантов, который может быть причиной слабой, не оставившей следа исповеди, это случай, когда мы покаяние планируем прежде греха. Есть такой очень печальный юмор в отношении православных со стороны протестантов или просто людей неверующих. Бойтесь православных. Им Бог, им все прощает. Жесткое обвинение, но мы сами виноваты в том, что создаем поводы для таких обвинений. И повод, разумеется, не в православном учении, а покаянии не в православном учении о Боге. Повод в том злоупотреблении, таинственном исповеди, которое встречается сплошь и рядом. Когда мы говорим, я сейчас согрешу, а потом покаюсь. Меня Бог потом, вот я согрешу, а потом меня Бог простит. Ну куда он денется? Он милость. У него вариантов другого не останется, кроме как прощать. И вот тем, кто таким вот образом заготавливает покаяние прежде греха, я обычно предлагаю вообразить себя в качестве очень такого любвеобильного, всепрощающего, доброго человека, к которому я подойду и скажу, ну ты же не все готов простить, да? Я вот когда у тебя прощение прошу, ты же мне за все прощаешься, ты же должен прощать. Ты сейчас в морду тебе дам, а потом я тебя буду прощение просить. А вот теперь смотри, вот выполняю, ну будем считать, что выполняю. Своё намерение дарил и говорю, вот теперь прости меня, пожалуйста. И вот это последнее прости, не издёвкой ли оно звучит? Мне говорят, ну да, конечно, издёвкой. А почему мы, собственно, позволяем себе таким же образом издеваться над Богом? Ведь Бог слышит нас не только в тот момент, когда мы приходим на исповедь. Ему открыты тончайшие движения нашей души каждую секунду нашей жизни. И когда мы помним о Боге, перед тем, как совершать грех, мы засовываем куда подальше свою совесть и говорим Богу, ты сейчас, вот, потерпи, вот что я буду делать, а потом я у тебя буду просить прощения. И мы своё будущее покаяние, в общем-то, заранее превращаем в такую вот издёвку над Богом. Потом удивляемся, а почему же вот мы каемся и исповедуемся, а толку никакого нет. Ну, может быть, именно поэтому. Что делать? Ну, во-первых, если осознали, что нам придётся каяться в том, что мы сейчас делаем или собираемся делать, значит, немедленно остановиться и начать каяться уже сейчас. Если мысли такие были, я сейчас и грешу, а потом покаюсь, то на исповеди говорить и об этом в том числе. если вот мы сейчас, может быть, даже сидя перед телевизором или монитором компьютера, сообразили, что не раз такое бывало, что мы заранее планировали покаяние и заранее таким же, таким образом обесценивали его, то и с этим идти на исповедь. Господи, прости меня за то, что я вот так с тобой лицемерил, за то, что я прежде греха планировал покаяние и потом приносил его ложное, обесцененное. Прости, Господи, за то, что я шел на исповедь и шел к чаше с намерением продолжать грех. И вот, когда мы вот эти душевные движения в себе будем отслеживать, цепляться за них и выдергивать их с корнем, выдергивать их с корнем в покаянной молитве перед Богом в тот же момент, когда нам эти мысли пришли, а потом еще и исповедуя их в таинстве покаяния, вот тогда действительно будет гораздо больший шанс на то, что помощь Божия удержит нас от падений, очистит, оградит от страстей. Если мы сравниваем священника-духовника с врачом, то должно быть понятно, что лучше всего обращаться за лекарством к одному и тому же врачу, который уже хорошо знает наши немощи, знает, какое лекарство нам подходит, а какая епотемия может вызвать аллергию и обратный эффект. я не раз сталкивался с тем, что с этими и теми же грехами прихожане из чувства стыда исповедовать одни и те же грехи одному и тому же священнику слишком часто начинают бегать по разным храмам, думая, что если они от одного батюшки свои грехи скроют, у батюшки о них будет более высокое мнение. священника радует искреннее покаяние, пусть даже повторяющиеся грехи, но если человек со слезами их оплакивает и за лечением, за врачеванием приходит вновь и вновь, гораздо больше надежды на то, что он действительно вылечится, чем если он пытается делать вид, что он лечится, но на самом деле сохраняет себе право продолжать болеть. В тех же случаях, когда священник, может быть, даже и неправильно понимая милосердие, пастырское милосердие, слишком легко без каких-то духовных советов, без благословения на реальные плоды покаяния разрешают от грехов, и мы чувствуем, что для врачевания наших страстей нам не хватает этой исповеди, можно и самому спросить, как бороться с грехом, какие плоды покаяния принести, как молиться, и спрашивая, просить Господа, чтобы Господь через этого пастыря дал нам то вразумление, которое действительно нам поможет, которое исцелит нас, и помолившись таким образом, принять это благословение не как личное мнение пастыря, а как благословение Божие, и тогда действительно Господь исцелит нас и поможет понести то, что мы сами попросили во исцеление нашей души. Павел, слави, душе моя Господа, и вся внутренне мое имя Святого Его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова